Здравствуйте, Тельцы! Это расклад на июль месяц. Я записываю чуть раньше, поэтому, так как карты, они могут показать что-то, что важно знать и сейчас. Может быть, для кого-то это будет что-то в июне. На дом семью показывают Верховную Жрицу и к ней Королеву Жезлов. Ну, так как дом семья – это и наш дом, и какие-то наши родственники, которые наши более дальние родня. Ну, Верховная Жрица – это, может быть, например, для кого-то мама, бабушка, человек в возрасте, может быть. Но с Королевой Жезлов, может быть, она стихия огня. Может быть, вы будете просто очень много взаимодействовать или думать об этом человеке. Может быть, общаться с этим человеком. Может быть, кому-то приедет этот человек. Сестра, может быть, не исключено. Не обязательно, что Верховная Жрица показывают, что она в возрасте. Не обязательно. Может быть, человек разведен, может быть, была разведена. Может быть, она сама такая спокойная, а может быть, она ведьма. Другая, без того, что ведьма плохая. Ну, в смысле, как? Ведунья. То есть, Тома, Верховная Жрица. Ну, в принципе, атмосфера такая. Может кто-то что-то скрывать. Вот, может быть, эта Королева Жезлов что-то недоговаривает. По какой причине? Мало ли, может быть, чтобы вам лишний раз, вас не расстраивать. Тоже так может быть. Любви, отношения, двойка монет. Для тех, кто в отношениях, здесь, видите, какие-то колебания, изменения. Может быть, какие-то будут такие мелкие сюрпризы. Но иногда двойка монет, это у нас как бы и туда, и сюда, или не туда, и не сюда. Шаг вперёк, шаг назад. Может быть, какие-то есть в этом месяце колебания в отношениях. Для тех, кто свободен, это может быть, знаете, как такие, ну, как заигрывания, что ли. Заигрывания. Отношения по двойке монет, они у нас серьёзно не развиваются. По каким причинам вопрос. Но зато могут быть разные заигрывания. Может быть, даже несколько вариантов, которые вы перебираете. Но всё такое вот, оно всё равно какое-то лёгкое, несерьёзное. Чуть-чуть. В работе вышла пятёрка мечей. Пятёрка мечей – карта непростая. Фух. Могут быть, конечно, конфликты на работе. Может быть, для кого-то, потому что вот я ещё смотрю там в финансах такая штука. Допустим, если кто-то, например, занимается своим здоровьем, и мало бывает на работе. Пятёрка мечей может быть просто как, что по самочувствию человек не работает и с финансами не очень. Для кого-то это может быть так. Но если вы работаете, то пятёрка мечей может быть и конфликт, и злоба, и сплетни. Какие-то ситуации, с которыми нам неприятно сталкиваться. Потому что по пятёрке мечей кто-то, он, кто-то, вот этот человек, он практически как по головам идёт, что ли. Ну, то есть, нечестная конкуренция, например, может быть. В финансах королевы мечей перевёрнутая. Непростая карта. То есть, для тех, у кого финансовые трудности, это попытка как раз хоть как-то вообще извернуться, хоть как-то выкарабкаться. Но здесь ещё есть элемент. Непростой здесь есть элемент. Вот эта совокупность для некоторых, она объединена. То есть, может касаться, например, бизнеса, либо вашего желания, например. Вот здесь видите, вот это вот, я просто всё в совокупе смотрю. Это интересный такой совет. Тройка кубков перевёрнутая. Тройка кубков у нас это слияние, да, это какое-то торжество, это соединение с кем-то. А в перевёрнутом виде, в качестве совета не рекомендуют. Может быть, вам что-то предлагают, вы хотите, и вам кажется это, что сейчас это будет такое из ряда вон нечто потрясающее. Здесь ещё королева мечей перевёрнутая. Это могут быть и мошенники, и обманщики. Вообще беспринципные люди, абсолютно не гнушающиеся ничем. Ну и вообще так, я бы с такой картой... То есть, если вы не пытаетесь с конца, с концами как-то там свести, и, боже мой, не знаю, что делать, то остерегайтесь, будьте внимательны с финансами, с разными, не знаю, с паролями со своими, с деньгами, с людьми, которые вас... Ну, даже хитрость может означать. Может означать хитрость чью-то. Что вас пытаются на что-то развести, как говорится, вот так. И это может быть, потому что здесь ещё такая карта не очень приятная, что могут вам что-то такое предлагать, и вы можете захотеть туда инвестировать, вкладываться, слияние какое-то произвести, ещё что-то сделать, а там окажется вот такой вот казус. Для кого-то это может быть, допустим, вот эта штука неприятная, может произойти на какой-то вечеринке, потому что, видите, как, что советуют. Я перечислю всё, что советуют, а вы там поступайте как вам удобно и как угодно. Дело в том, что тройка кубков – это какой-то праздник. Праздник, торжество, свадьба, слияние. Люди, все мы братья, все мы вместе. Так это может быть. Либо отменить вечеринку советуют, либо вечеринку отменить, либо если всё у кого-то, допустим, в отношениях, если всё как-то так накалилось, такого, что и, допустим, вам хочется, сейчас я устрою, сейчас я победю во что бы то ни стало, то, видите, как, советуют просто, ну, как бы взять и разорвать отношения, да? Отменить эту вечеринку. Может быть, на этой вечеринке вас ждёт какой-то подвох со стороны какого-то человека. А по поводу отменённой вечеринки или свадьбы даже, может быть, кто-то рискует попасть в лапы брачного афериста или аферистки, я не знаю, я затрудняюсь сказать, я просто вот говорю, что тут очень такие вот напряжённые карты, и может такое быть, безусловно, не у всех. Если вы ничего такого не планируете, никакого слияния бизнеса, ничего, всё равно остерегайтесь разных мошенников, обманщиков, людей. А вот, понимаете, такой человек, он даже если у вас, вы с ребёнком, у вас последние деньги, и вы скромно одеты, у вас… Вот такой человек, он не постесняется, понимаете? У него нет совести, назовём так. И очень человек хитрый. И у вас здесь, видите, что может помешать, это не обязательно, что даже ваше… Для кого-то, может, вот ваше желание, что типа я сейчас, я тут всех умнее, всех переиграю, перехитрю и прочее, и прочее, потому что маг, он тоже такой ловкий очень, может злую шутку с вами сыграть. Видите, как не советуют ввязываться во что-то. Также это может быть кто-то, кто может быть настолько ловким манипулятором, поэтому вам надо очень остерегаться любого рода мошенничества, обмана. Потому что я вам скажу, что вот на эту королеву мечей перевёрнутую показали лису. Дополнительная карта вынула, показали лису. Это не… Конечно же, сами понимаете, что лиса – это и мошенники, и обманы, хитрости, воровство, и… То есть тут надо быть очень ушки на макушке держать. Никому не доверяться лишний раз, если вы не знаете людей, не уверены, какими бы они ни были, что бы вам там не обещали. То есть… Потому что, знаете, как бывает, вынесите все наши денежки, допустим, а потом окажется, что… Вложил честно или вложила, да, думал, что как лучше, а получилось не очень. Так что вот остерегайтесь каких-то вечеринок, каких-то слияний, каких-то торжеств, празднеств, соединения, объединения какого-то. Вот так бы я сказала. Ну, вот видите, как для некоторых действительно может, собственно, уверенность. Потому что что такое маг? Маг, он уверен в себе, он хочет сделать по-своему, он не прислушивается, допустим, каким-то, допустим, знаки какие-то есть, кто-то что-то говорит, да, кто-то что-то советует, он может не слышать этого, потому что уверен, что справится с этим, что у него, как говорится, и знания, и возможности, и инструменты, и все-все-все в него есть. Как бы эти люди не оказались просто, ну, хитрей, допустим. Так что будьте внимательны в этом смысле. Хотя понятно, что свободным людям хочется на вечеринки ходить и так далее. Ну, хотя бы смотрите, что за компания. Или хотя бы не берите с собой все ваши кредитки, все ваши деньги на всякий случай. Так что, дорогие тельцы, берегите себя и желаю вам удачи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»